привет друзья с вами тренинг вольный терминал и сегодня мы продолжим знакомство с нашей аналитической платформе а именно доступными видами уровней в аналитическом терминале твт в других видео уроках вы могли узнать о том как применять в тренинге уровнем мире а также уровне наименьших опционных выплат у нас осталось еще два типа уровней это уровне объема и целевые уровни напомним что уровень это фиксированная цена иногда узкий диапазон на котором происходят различные исторические события с финансовым инструментом уровне помогает видеть направление тренда и запас движения инструмента определять точки входа вблизи разворота грамотно расставлять стопы уровне объема вы можете их найти во вкладке объема соответственно уровне объема это уникальный индикатор который автоматически определяет наиболее важные уровни поддержки сопротивления учитывая зона где прошли самые крупные объемы по фьючерсным контракт и акциям компании для успешной торговли необходимо понимать и определять причину формирования уровней это кем они образованы если за направление движения цены стоит крупный игрок например маркет мейкер то логику дальнейших его действий мы можем спрогнозировать собственно говоря чтобы запустить индикатор выбираете активировать выбирайте количество контрактов которые вам интересны исторически да выбирайте иногда допустим возьмем 10 контрактов выбирайте также вы можете выбрать цвет данного уровня и активировать сигнал или активировать функцию чтобы данный индикатор отобразился на всех вкладках что же запустим и немножко теории уровни объема это уровне которые сформированы в результате совершения крупного количества сделок на определенном целом ценовом значении по каждому фьючерсному контракту отображается уровень где были проторгованы максимальные объемы при этом у нас есть информация о том что именно это за контракт фьючерсные контракты имеют ограниченное время действия то есть время жизни после чего происходит так называемая экспирация и переход торговли следующим контрактом давайте посмотрим пример например по фьючерсам на нефть экспирация происходит каждый месяц время действия фьючерсного контракта на золото два месяца за исключением последнего контракта в году у которого период четыре месяца максимальное количество уровней которые можно загрузить и отобразить на графике, это 20. То есть это ценовые значения, по которым были проторгованы максимальные объемы торгов по соответствующим фьючерсным контрактам. Активация опции сигнал, как я уже говорил, уведомит вас звуковым сообщением при достижении ценой соответствующего уровня, например, здесь или здесь. А также на электронную почту, которую вы укажете при регистрации личного кабинета, придет моментальное уведомление. Время актуальности уровней можно увеличивать или уменьшать посредством увеличения или уменьшения количества контрактов. Сейчас вы видите, как отрабатывались уровни, например, на золоте. То есть они могли определить вам отскок или наоборот направление движения. На нефти, как пример. На фьючерсы, на австралийский доллар. Также хорошо отработалась недавно ситуация по иене. Какую важную проблему для трейдера решает данный тип уровней? Уровни объема показывают нам потенциал вероятного движения инструмента или запас хода. Это позволяет более точно определять точки входа и выхода из рынка. Очень важно, где мы откроем сделку. Но более важно, где мы будем ее закрывать. Потому что от этого зависит то, сколько мы заработаем. Порой трейдеру очень сложно дать прибыли возможность расти, даже если сделка открыта по тренду. Как только начинается коррекционное движение, а иногда очень резко, трейдер фиксирует сравнительно небольшой профит, если его выбивает по стопу, который он перенес без убыток. Расстояние между уровнями – это диапазон, в котором сделка должна пройти не менее 70%. То есть мы могли крыть профит уже здесь, например. Использование одних уровней объема недостаточно для полноценной торговой стратегии. Однако, если к ним добавить нашу разработку, специальную скользящую среднюю или автоскользящую, которую вы можете найти в индикаторах, уже можно построить правила входа и выхода из рынка. Но об этом вы можете узнать от наших экспертов на их обучающих курсах. Итак, давайте разберем с вами и другие виды уровней, которые у нас есть. А именно это целевые уровни. Целевые уровни, как мы здесь можем видеть, это уровни, которые сформированы на основании усредненного прогноза крупных инвестиционных банков на ближайшие 3, 6 и 12 месяцев по ликвидным активам. В основе таких прогнозных значений лежит множество различных факторов, показателей, которые банковские учреждения используют в своей профессиональной деятельности. Таким образом, эти уровни вызывают немалый интерес у крупных трейдеров и инвесторов. И поэтому их использование как ориентиров даст вам существенное преимущество в построении торговой стратегии в более долгосрочном периоде. Данные постоянно обновляются от партнеров банков нашего фонда и предоставляются только крупным клиентам-инвесторам данных учреждений. Данные уровни могут служить дополнительным подтверждением ваших торговых идей. Мы можем посмотреть на примере, как эти уровни отрабатывались. Иногда есть пересечения между прогнозом на 6 месяцев и 12 месяцев. Вы можете увидеть, куда смотрят банки, в какую сторону они пойдут. Например, сейчас вы можете видеть, как отработалось серебро по конкретным уровням объема. Для тех, кто торговал фунтом, видно, что данную сделку можно было покрыть по этому уровню. Хотя его, наверное, здесь никто бы никогда не поставил. Достаточно хорошо работают данные уровни на фьючерсах на индексы американские. Также они достаточно хорошо показывают общее движение направления, куда стремится, скажем так, весь рынок по акциям. Ну что ж, с вами был Trading Volume Terminal. Подписывайтесь, ставьте лайки, скачивайте, изучайте новое. Прибыльных вам сделок. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok